На портале экзегет мы отвечаем на ваши вопросы. И сегодня у нас сложный вопрос, на который так просто и не ответишь. Как нас будет судить Господь? Вот такой вопрос к нам поступил. И когда мы слышим о Суде Божьем, конечно, в первую очередь мы должны вспомнить отрывок из Евангелия от Матфея, который читается в неделю о Страшном Суде, который как раз и посвящен тому, как нас будет судить Господь. Я думаю, что все мы хорошо помним эти слова Господа. Начинаются они вот так. Это Евангелие от Матфея, 25 глава, 31 стих. Когда же приедет Сын Человеческий во славе своей, и все святые ангелы с ним, тогда сядет на престоле славы своей, и соберутся перед ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов. Вот этот образ страшного суда, который будет по Втором пришествии Господнем, когда Господь всех соберет для того, чтобы судить. Как же будет проходить этот суд? В этой же притче о Страшном Суде Евангелист Матфей рассказывает нам о том, что суд будет проходить так, что то, что вы сделали одному из братьев всех моих меньше, говорит Господь, то вы сделали мне. Праведникам он скажет, был нак, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне. И когда праведники скажут ему в ответ, Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели тебя странником и приняли, или ноги мы одели, то царь скажет им в ответ, так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне. То же самое будет касаться и тех, кто будет отправлен в муку вечную, когда Господь им скажет, так как вы не сделали это одному из всех меньших, то не сделали мне. То есть мы видим, что суд идет по отношению нашему к другим людям. Если мы совершаем дела любви, дела милосердия, если мы кормим голодных, даем пить жаждущим, посещаем в темнице заключенным, ну и вообще совершаем какую-то милость, добро по отношению к другим людям, Господь это принимает как к себе. Но, конечно, этой притче не исчерпывается церковное представление о суде. Хотя вот этот образ суда, он неоднократно повторяется. Тот же евангелист Матфей, например, за фактически 10 глав до этого, еще в 16 главе, в 27 стихе говорит, «Придет сын человеческий во славе отца своего с ангелами своими, и тогда воздаст каждому по делам его». И вот это вот как бы такое первое всеобъемлющее представление о суде, о том, что каждый получит по делам. То есть вот такая вот справедливость, которой жаждет сердца, я думаю, большинства людей, да, в общем, практически каждого человека. Мы хотим и жаждем, чтобы Бог был справедлив. Каждый получит по своим делам. Совершил злые дела, если так по-простому, иди ват, совершил добрые дела, иди в рай. Но, подчеркиваю, это только первый уровень и самое простое понимание того, как будет совершен суд. Вот, например, тот же евангелист Матфей в 7 главе, например, говоря о суде, передает нам такие слова Господа, которые тоже, я думаю, каждый человек, даже очень далекий от церкви, все равно слышал. «Не судите, да не судимы будете. Каким судом судите, таким и будете судимы. И какую меру мерите, такой и вам будет мерить». То есть здесь уже мы видим удивительную поправку. Иногда в проповедях приходится даже слышать, что достаточно не судить и не осуждать других людей для того, что ибо и самому быть не осужденным. И тому есть тоже множество подтверждений в Евангелии. Это и знаменитая притча о том, как царь простил своего раба, который должен был ему 10 тысяч талантов, и когда тот не простил своему приятелю сотни талантов, тогда и царь схватил его, вновь приказал его схватить и бросить в долговую яму, потому что сказал «я помиловал тебя», так и ты должен был помиловать товарища своего. Но поскольку ты не сделал это, то и ты будешь, соответственно, отдавать свой долг до тех пор, пока полностью его не отдашь. То есть мы видим, что вот это первое представление о справедливости, о том, что каждый будет судим по делам его, и праведники будут награждены, а грешники будут наказаны, оно дополняется и углубляется представлением о том, что поскольку каждый из нас по справедливости и по закону Божию подлежит осуждению, то первое, что Бог еще будет учитывать, а как мы относились к другим людям. Дело в том, что в Ветхом Завете были такие страшные слова, сказанные по поводу как раз суда Божия и такого завета с ним, с Богом. Там говорится, что проклят всяк, кто не исполняет всегда и всего, что написано в книге закона. То есть вот так вот категорически и строго, всегда и всего. То есть если ты не исполняешь всегда и все, то ты оказываешься осужден. И именно вот понимание этого, что человек не в силах исполнить всегда и все, оно и порождало в истории не только древнего Израиля, но и в современной нам церковной истории порождает представление о том, что мы действительно должны очень-очень постараться, чтобы выполнить всегда и все. И знаменитые фарисеи, известные нам из Евангелия, они именно это и пытались сделать. Они же не были какими-то злыднями исходно, они не хотели зла, они пытались исполнить все мелочи. И вот в этой попытке исполнить мелочи, оказывались, теряли и забывали главное, что есть в законе. Но и этим представлением о милости, о том, что мы должны не судить других, о том, что мы должны прощать нашим должникам, и в молитве Господней мы слышим эти слова, и остави нам долги наши, якожи мы оставляем должником нашим. То есть мы прощаем, мы пытаемся прощать, поэтому и ты, Господи, прости нас. Но и эти слова не являются исчерпывающим ответом на вопрос, который мы сейчас с вами разбираем, как Господь будет судить нас. Вообще в Евангелии от Иоанна есть удивительные слова, это 3 глава, 18 стих. «Верующий в него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». И вот здесь мы сталкиваемся с еще одной очень важной стороной христианского благовестия, пожалуй, центральным вопросом, как происходит наше спасение, как нам избежать осуждения. Если бы мы были судимы по делам, то, пожалуй, Господу было необязательно приходить на землю. И Ему необязательно было умирать на кресте, лежать в гробе, воскресать, возноситься на небо. Достаточно было поставить еще одного авторитетного пророка, который передал бы нам, например, заповеди блаженства и пересказал те притчи, которые Господь сам нам оставил. Но центральным пунктом нашего спасения и главным, что будет испрошено у нас на суде, это вера в Господа нашего Иисуса Христа. Мы видим, что евангелист Иоанн прямо говорит, передавая слова Спасителя, что верующий в него не судится, а неверующий уже осужден. То есть не дела вводят нас в Царствие Божие, а в Царствие Божие вводит нас Господь наш Иисус Христос. А при чем здесь мы, если Он нас вводит? Мы-то что должны сделать? Мы просто должны поверить в то, что Он нас вводит? Но это будет такой протестантский подход. Я верую, что Господь меня спасает, Аллилуйя, значит, я спасен. Я специально так, более примитивно, конечно, излагаю эту точку зрения. Проблема не в том, чтобы мы умозрительно веровали в то, что мы спасены страданием, смертью и воскресением Господа нашего Иисуса Христа. Важно, чтобы мы сердцем знали и, соответственно, на суде узнали Его и готовы были пойти за Ним. Он ведь на иконе страшного суда, которая всегда лежит в храмах в воскресный день, спускается в ад после своей смерти, простирает руки ко всем грешникам и выводит их из ада. И вот этот ключевой вопрос, кого Он вывел из ада. А ведь это совершается, Его сошествие в ад совершается вне времени. То есть это не то, что это было некое историческое событие, когда Господь телом лежал во гробе, душой Он спустился в ад, откуда вывел, ну, как обычно говорят, ветхозаветных праведников. На самом деле Он вывел оттуда тех, всех, кто готов был за Ним идти, кто узнал Его, поверил в Него и пошел за Ним. И вот здесь ключевой вопрос нашего спасения и нашего осуждения или оправдания. Совершение грехов, совершение злых дел, отсутствие веры так притупляет наше сердце, что мы не узнаем и не поверим Ему, когда Он протянет нам свою спасающую руку. И окажемся ашую среди тех самых козлищ, которые идут в муку вечную. Если же человек верует в Господа сердцем, совершает дела милосердия, старается жить по заповедям, знает Бога в таинствах, то ему проще будет пройти этот путь после смерти, узнать Господа, протянуть Ему в ответ свою руку, обратиться к Нему в молитве и тем самым избежать суда, о чем говорит Венгриистан, верующие в Него не судятся. То есть, все-таки мы видим, что эта картина, когда строгий и суровый Господь сидит на престоле, перед Ним святые ангелы с книгами грехов, и Он так вот сидит, этих налево, этих направо, ты достоин, ты недостоин. Это все-таки не вполне полная картина. Мы видим любящего Господа, простирающего к нам свои руки, и людей, праведников и грешников, готовых откликнуться на спасение, готовых последовать за Господом, а вот эта готовность как раз и будет определяться нашей жизнью, насколько мы не судили других, насколько мы миловали других, насколько мы помогали голодным, несчастным, бедным, нуждающимся людям, насколько наше сердце было открыто для других людей, настолько же оно окажется и открыто для Господа, и тогда либо мы окажемся на нелицеприятном суде, где будем судимы по справедливости, либо сумеем услышать любящий голос Господа, призывающего каждого из нас в свое царство. И хочется верить, и хочется надеяться, и необходимо молиться о том, чтобы наши родные, близкие, да и мы сами, все-таки оказались способны этот призыв Господа услышать и были им помилованы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.